Нападение на Нальчик в 2005 году стало, наверное, одним из самых ожесточенных боевых столкновений на Северном Кавказе. Его организаторами, как доказало следствие, явились Аслан Масхатов, Шамиль Басаев, Анзор Астемиров, Хаттаб, ну и ряд других членов незаконных вооруженных формирований. Они планировали создать на территории кавказских регионов России некое, собственно, исламское государство. И добиться этого боевики решили с помощью вооруженных мятежей и терактов. Для управления разветвленной сетью бандитов потребовалась не только строжайшая дисциплина, но и наличие духовного лидера. Вот как установило следствие, эту роль сыграл Астемиров, который обладал не только религиозным образованием, полученным в Саудовской Аравии, но и занимал руководящую должность в Кабардино-Балкарском институте исламских исследований. Именно умение убеждать, а также длительная практика богослова в области радикального ислама позволили ему манипулировать людьми и вербовать новых участников преступного сообщества из числа верующих. Подготовка вооруженного мятежа в Нальчике впечатляет своими масштабами. Арсенала оружия бандитов хватило бы, наверное, на небольшую войну. Это и переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», десятки гранатометов, пулеметов, автоматов Калашникова, сотни противотанковых, ручных гранат, ну, я не говорю уже про мины и другие взрывные устройства. И тем не менее, правоохранительные органы республики смогли дать достойный отпор бандитам и восстановить порядок в городе. После тех трагических событий все силы следователей были сосредоточены именно на том, чтобы установить и придать суду всех участников нападения. Менее чем за два года был проделан колоссальнейший объем работы. Две с половиной тысячи допросов, 1600 экспертиз, свыше 120 осмотров на 26 объектах боестолкновения. В ходе обысков было обнаружено 70 схронов тайников для хранения оружия, которые использовались участниками этой банды. Потерпевшими по этому уголовному делу признаны более 400 человек. В результате этой беспрецедентной, не побоюсь этого слова, по своей сложности работы перед судом предстали 58 участников вооруженного мятежа, ну, а объем уголовного дела в отношении них составил около двух тысяч томов. Отметил бы еще то, что ранее в ходе спецоперации были уничтожены 95 участников этого преступного сообщества, включая их лидеров. Ну, а еще 14 объявлены международный розыск. Вместо некого исламского государства, которое боевики хотели создать на территории Российского Кавказа, им просто построили отдельное здание суда в Нальчике, в стенах которого они и получили достойную оценку.